А можно сказать, что за последние год-два-три как-то кардинально выросла нагрузка у иммиграционных адвокатов? Ну не знаю, выросла нагрузка, просто есть разные виды иммиграционных услуг и разные категории. Есть адвокаты иммиграционные, которые специализируются только в семейной иммиграции, или только в бизнес-иммиграции, или только в вопросах депортационных. Да, конечно. Поэтому если специализироваться только в одной, скажем, из трех категорий, тогда нагрузка идет вверх или вниз, в зависимости от того, какой наплыв людей по этой категории. Если, например, делать все это, я специализируюсь в иммиграционных делах, но я все делаю уже за 13 лет, я уже имею достаточно опыта, чтобы делать все. И поэтому моя работа просто меняется в зависимости от того, какой спрос, то есть какая категория людей приезжает. То есть на данный момент, скажем, очень много людей едут по статусу беженца, депортационных дел сейчас меньше, чем было пару лет назад. Замедлилась, правда? Да, потому что закрывают некоторые дела, инвесторов стало больше ехать, вот в которые вкладывают 500 тысяч, L-виза популярная, но некоторые выбирают инвестиционный вариант, и гораздо меньше стало H1-виз, потому что если есть выбор между H1 и L1, то выбирают L1, просто потому что непонятно, что будет. А вот, скажем, для адвоката, я понимаю, что каждый человек у него есть какие-то вещи, которые ему просто нравятся. А с точки зрения, допустим, такой, если есть вот такой бизнес, такой бизнес, такой бизнес, и я так вот, когда вы сказали про депортацию, есть люди специализируются на депортации, у меня такая мысль у них, наверное, там денег больше, потому что когда человек депортирует, он уже меньше экономит и зажимается. Я так подумал, я не знаю, на самом деле, может быть. Вот, допустим, скажем, люди, которые готовы положить куда-то миллион, обслуживание такого потока, это как бы более денежное занятие, или, наоборот, беженство, или, я не знаю, может быть, там с ними работать в пять раз больше. Я понимаю, о чем вы говорите. Смотрите, есть такой миф или концепция такая, что бизнес-эмиграция легче для адвоката, чем семейная эмиграция, потому что меньше эмоций обычно. У меня такой идет концепция, я думаю, что там заказывает. И людям кажется иногда, что больше как бы идет по накатанной практике бизнес-эмиграция, чем семейная, где очень много разных ситуаций, разных семей и так далее. На самом деле, хорошо иметь разнообразие, понимаете, потому что однообразная работа, даже если каждый человек имеет свой бизнес и имеет свою семейную ситуацию, просто мне интересно иметь именно разнообразие, тогда не скучно. Поэтому я люблю всего понемножку, я же не специализируюсь в других видах закона, скажем, есть адвокаты, которые пишут, мы делаем все, мы умеем все, и мы специализируемся, скажем, и в семейном праве, и в эмиграционном праве, мы делаем контракты, завещания, аварии, то есть мы делаем все, естественно, навряд ли они специализируются вообще в чем-то. Но вы как бы не был первый адвокат, или вы сами по себе и все? Вот, я сама по себе, и у меня есть паралегал, тоже со мной работает, но курсы повышения квалификации, которые каждый адвокат должен проходить, я прохожу на 90% времени, трачу именно на миграционные новости, на иммиграционные адвокаты должны, как бы непринудительно, но очень рекомендуемо состоять в Американской иммиграционной ассоциации, Адвокаты, Ассоциация Американских иммиграционных адвокатов, Эйла такая, American Immigration Lawyers Association, мы получаем ежедневную информацию, и получаем... У нас есть мероприятие, которое создано с основанной и организованной для общения напрямую с представителями иммиграционных служб и судов. Узовно. А там, из-за страховаться, небыто, можно. Да. И получаем самую последнюю информацию именно от государственных работников. Но я, на самом деле, люблю сложные дела, такие особенно, которые вроде как нерешаемые, а потом получается их решить. И всё-таки разнообразие, потому что тогда более интересно работать и чувствуешь, что ты не делаешь по одной и той же. А по деньгам, ну смотрите, да, например, если заниматься инвестициями, то, наверное, там финансово как больше денег поступает сразу. Но там работа на несколько лет. А если, например, заниматься статусом беженца, то люди платят по частям. Если они проигрывают дело, и потом у них апелляции, то они платят тоже за каждый этап. Наверное, надоело бы, если бы делать даже только инвестиционные визы и больше ничего другого, то в какой-то момент, наверное, это стало бы более таким однообразным. А вам приходится какое-нибудь там освобождение из-под стражи, там что-нибудь? Да, бывает такое, что клиентов, даже наших клиентов, у которых есть грин-карт, их могут арестовать, если они нарушили, например, уголовное право, и потом их передали в иммиграционную тюрьму, то иногда приходится ходить и посещать их в тюрьме. У нас тут есть. И видеть их в ужасных наручниках, в оранжевом костюме, на цепи, это вообще зрелище... На цепи в каком смысле? Ну вот мужчин, когда приводят в суд, или женщин, то их цепью друг к другу присоединяют, это выглядит ужасно, то есть выглядит, как будто бы животных привели в суд. То есть обращение в иммиграционной тюрьме очень нехорошее. То есть это не такое место, куда хочется пойти бесплатно покушать, там пожить... Сто процентов. И нарушаются абсолютно все законы, то есть прав у тех, кого хотят депортировать, гораздо меньше, чем, скажем, у человека, который кого-то, не дай бог, убил или украл. Потому что он гражданин, а тут нет. Ну, не знают, или он гражданин, но просто закон уголовный, как бы criminal procedure, так построен, что человеку должны рассказать о его правах, предоставить бесплатного адвоката. Иммиграционная служба так не работает. Никому не представляет бесплатного иммиграционного адвоката. Могут пугать, угрожать, и абсолютно ни за что иммиграционные... То есть они имеют право угрожать и пугать? Ну, как бы не то, что они имеют право, но они делают то, что они считают нужным, в целях, чтобы какую-то информацию получить от человека и сделать свою работу. Поэтому это не самое приятное место, но мне иногда приходится идти и посещать своих клиентов, особенно если они звонят, говорят, что меня арестовали, телефонами им разрешают пользоваться, и тогда мы назначаем слушание с иммиграционным судей, можно заплатить бэм, заплатить гарант, освобождение под залог. Да, залог, и тогда человека могут выпустить, и потом будет суд дальше. Вот еще такой вопрос. Вот широко распространенный, но мифом не назовешь, а вот такой, ну, такая мулька есть, что вот, когда я имею дело с Англом Сэмом, в частности, в иммиграционных делах, вот нельзя врать, потому что если тебя поймали, потому что ты врешь, то тогда тебе я уже не знаю, там уже все плохо. Вот в частности, я, например, столкнулся с такой ситуацией, женщина Гринкарту получила, плотерею выиграла, но в это время у них там, они получили гражданство там европейской страны, и они были сначала приехали, потом получили там гражданство, потом как-то два года они не знали, ехать им или не ехать, но в общем, когда было не два года, там на месяц меньше, все-таки они решили приехать. И в аэропорту, там на пограничном контроле, когда вот сидит человек и смотрит на экран и спрашивает их, как долго вы отсутствовали, значит, и там, ну, человек говорит, два месяца. И дальше произошло такое действие, когда как бы, то есть их пустили в страну, но как бы подали на депортацию. И вот эта Гринкарта как бы перестала быть уже нормальной Гринкартой, и было это году в 2006, нет, 2008, и до сих пор вот они там типа судятся, вот это депортация, не депортация, то откладывают, то переносят, там переносят года на два, потом еще года на два, и до сих пор это продолжается, и вот все это якобы из-за того, что вот человек тогда соврал. И вот сейчас доказывают, что он не врал, а перепутал, там или еще что-то. Действительно вот настолько вот это все. На самом деле смотрят, это называется виза-фроуд, называется иммигрейшн, просто фроуд. Машинничество, да. На самом деле это очень наказуемо, и это считается более серьезным нарушением, чем даже украл, например, вещь в магазине. Просто тоже собрал? Да, вранье. Вранье для цели получения бенефита какого-то, или для цели въезда в Америку. Это конкретное нарушение, за которое готовы, иммиграционная служба готова вести целое депортационное дело. Человек мог просто ошибиться, просто по глупости своей, сказать что-то не то. Если бы эти люди сказали, мы отсутствовали 23 месяца, ничего бы не было? Вот. Почему их дело передали в иммиграционный суд на депортацию? Да. Потому что, во-первых, они соврали, во-вторых, на самом деле, они отсутствовали 23 месяца, правильно? Да. Если бы они сразу сказали, мы отсутствовали 23 месяца, им бы сказали, мы вас сейчас не пустим, потому что вы лишили сами себя статуса грин-карты. Человек скажет, но я не готов уезжать обратно, хочу к иммиграционному суде. То есть человек должен знать, что ему говорить. Тогда ему назначат точно такое же слушание в иммиграционном суде. Тогда будет проще доказывать судье, почему они были столько времени за пределами Америки, и почему им нужно оставить грин-карту. Но люди, которые совершили вот такой вот обман, иммиграционный фрод, который собрали, есть специальный такой путь, то есть есть специальный бланк, есть пошлина государственная, и человек может просить waiver of immigration fraud, то есть как бы, чтобы им дали исключение от того, что они нарушили. Интульгенция. Да, то есть при определенных обстоятельствах. То есть нужно за это платить деньги, и нужно всякие доказательства, там, очень часто это на гуманитарных каких-то принципах построено. Нужно показать, почему у них как-то сродинальная ситуация, почему их должны простить за это. То есть они, конечно, собрали, Ну, путь как бы решить, решить этот вопрос можно. Окей. То есть получается, все можно, то есть пока человек жив? Ну, почти. То есть, например, когда человек подделал серьезные документы или сделал какие-то, скажем, ну, серьезные, как бы криминальные какие-то нарушения, то его могут потенциально депортировать. Ну, это уже через чего, конечно. Но какие-то мелкие, вот такой вот обман, который был на таком невысоком уровне, и обычно можно его решить. Брак фиктивный, который раскрыт как фиктивный, это, да, депортация, что произойдет с человеком, которого вы на этом деле завалили? То же самое, меридж-фрод. То есть это обман, и обычно очень строго предупреждают, что вот если вы один раз сделали вот этот обман, фиктивный брак, меридж-фрод, то потенциально вы не имеете права уже никогда в жизни получить иммиграционного статуса и каких-то, ну, то есть получить клим-карту, получить визу и так далее. Но в некоторых случаях можно то же самое подать на исключение и просить, чтобы простили меридж-фрод, и объяснять, почему это был не совсем меридж-фрод и что произошло. А вот ничего такого типа вот этого висхолдингов, римовал там нет уже в этой ситуации? Можно просить, тогда нужно подавать, говорить, что человек боится вернуться в свою страну, он может подавать на статус беженца, потому что заявление на висхолдингом римовал подается вместе с заявлением на статус беженца. То есть человек может 10 лет в стране со всеми этими званиями. Правильно, он подает на висхолдингом римовал. Уже без статуса беженца. Ну, он может, да, то есть он может одновременно подавать и на это, и на то, чтобы ему дали исключение за меридж-фрод. То есть меридж-фрод тяжело обыграть, тяжело. Это хуже, чем обман при въезде в страну. Ну, хорошо, я думаю, тут столько всяких фишек у нас прозвучало. Оставим, оставим. Я уже сам начал, так знаете, уже задумался. Потому что что произошло, накапливается. За какое-то время накапливается много всяких вопросов. Некоторые чаще задают, некоторые реже задают. У меня такое ощущение, что мы уже поспрашивали все, что на мою голову сыпется, потому что у меня большой круг общения. Начиная от вопроса, я там, не знаю, кайлом рублю уголь на шахте такой-то. Если я думаю, надо бы мне в Америку, что посоветуете? Или там еще такая формулировка, что вы можете предложить? Да, ну, в общем, и до вполне адекватных, очень адекватных людей. Сейчас вообще так много информации. Хотя я бы сказал, что политическое убежище, это, конечно, некоторое такое... Мало людей хотят об этом рассказывать. Это правда, потому что, может быть, что-то там добавленное, немножко преувеличенное, люди хотят, чтобы это оставалось конфиденциально в их семье. Вы знаете, если вы читали там Швейка, да, эту историю? Конечно. И вот там эта замечательная история, когда там был человек, начинается война, они там в дурке оказываются, и начинают косить от армии, и там какой-то человек, ему таки удалось откосить. И там все сидят, и он рассказывает свою историю, все ее там записывают, и после этого вся дурка идет вот с этой же самой историей, значит, я думаю, что... А им всем крестим, значит, для того, чтобы успокоились. И я думаю, что человек, который там с какой-то историей куда-то прошел, он говорит, какая у тебя была история? Ну вот сейчас вот он расскажет, и завтра еще вся дурка пойдет. Знаете, к сожалению, был случай, когда кто-то из нелицензованных помощников иммиграционных продавал историю с ошибками, с грамматическими. Одно и тоже. Да, это было связано с людьми, приезжающими из Белоруссии по политической линии, и одну и ту же историю продали минимум там человек 10, купили эту историю, и потом их всех... Потом всех их наказали, и у всех появились проблемы. Я слышал, что там могут и гражданины уже отправить обратно, то есть если бы не за это... Ну вообще предупреждают, что да, что гражданин на самом деле несет более серьезное на самом деле наказание за это, то есть наказывают выше штраф и на большее количество лет тюрьмы. Что я хочу сказать, что одна из проблем, вот например, когда люди говорят, что вот мы хотим подать на статус беженца, или мы хотим подать даже на какую-то визу, а можно с кем-то из ваших бывших клиентов поговорить на эту тему? Становится сложно, потому что это не то, что вы продаете дома, и вы, например, ваши там счастливые клиенты, которые купили дом или купили страховку, они с радостью расскажут, как замечательно вы им помогали. Обычно в иммиграционных делах это сложно, но с одной стороны понятна логика людей, что им хочется услышать не от адвоката самого о себе рассказывающего, или там с их рекламы, а именно с людей, которые реально получили статус. Но очень маленький процент клиентов готов поговорить с другими и рассказать им о своей ситуации, и даже вообще сказать кому-то, что они именно таким образом получили статус. Поэтому это тоже проблема, например, для адвоката, как людям показать, сколько человек ты помог. То есть, если сами люди пишут, например, что вот там Светлана замечательный адвокат, вот она сделала вот это, вот это, мы рекомендуем. Но рассказать конкретно, например, что писали, как писали, они не могут. Это понятно. Светочка, я вас уже замучил, но давайте последний вопрос такой. Вот вы уже, сколько там, 13 лет бизнеса, вы сказали, да? Вот как бы вы истеблишни. Вот человек, у которого есть много клиентов, должны быть рефералов, там всякие и так далее. Вот у вас, например, в процентном отношении, вот я по школе у себя знаю, вот в процентном отношении, ну, скажем, 80-90, 95%, вот какой процент людей к вам приходит, потому что кто-то, кто реально вас знает, не через третьи руки, а реально вот был какой-то кейс, там, или что-то вот через них. Наверное, процентов 80. Ну, то есть, существенно. В основном вот через них идет. Да? То есть, смотрите, хорошо иметь рекламу в любом случае. То есть, я там в одной из русских газет веду рекламу, оставляю. Почему? Потому что даже те, кто приходят по рекомендации, им приятно увидеть меня в газете. То есть, увидеть, что вот оно есть, или в интернете, что как бы это настоящий бизнес, он существует. Как им увидеть, что на самом деле это не просто на словах, а вот реально они видят фотографию, они видят какое-то описание. На ютюбе вот вы. Да. Ну, вот люди, на самом деле, благодаря вам, очень многие стали обращаться. А, то есть, была отдача какая-то? Да. Так что, это, конечно, ваша заслуга. В вашем большом опыте, и в вашем, как сказать, вас очень любят и знают по всему миру. И, естественно, пользуетесь огромной популярностью. Люди замечательно о вас отзываются. Вы многим тоже помогли, и там, с учебой, и с работой. Ну, очень приятно слышно. Благодаря вашей репутации люди доверяют вам. Ну, это и есть элемент доверия, важен, конечно. Но я считаю, что просто тематика настолько актуальная. И вы тоже, на самом деле, очень симпатичны. И элемент доверия должен возникнуть. Когда человек живьем видишь, это не то же самое, что прочитал. Написать может каждый, или скопировать откуда-то, и ты его не знаешь. Он хороший, добрый, ответственный, злой или еще какой-то. Понимаете, это все-таки очень важно. Персонал этот очень важный. Ну, это правда. То есть мне хочется, на самом деле, реально я... Ну, мало кому отказываю, но бывают такие случаи, что если я чувствую, что человеку не могу помочь, и не могу сойтись с ними по характеру, или просто понять их ситуацию, войти в их ситуацию, то я могу сказать, что, знаете, я думаю, что вам нужно поискать кого-то другого. Но, в принципе, те люди, с кем я соглашаюсь работать, те, кто соглашается работать со мной, я абсолютно на каждого клиента смотрю, как на самого главного клиента. То есть абсолютно каждый человек важен одинаково. И хочется, чтобы у всех все получилось. И поэтому я, если мне дают возможность, выбираю и рекомендую, какой путь будет самым дешевым, самым эффективным именно для них. Тут очень прикольная ситуация. Светлана в курсе, да? Значит, меня нашла какая-то очень далекая племянница, которая, я скажу, у моей мамы, у моей мамы была двоюродная сестра. Вот двоюродная сестра мамы – это бабушка вот этой девушки, которая сейчас живет в Турции. Вот, и я первый раз в жизни мы с ней переговорили, и у нее тоже был такой вопрос вот в этом ключе там. Вы с ней тоже поговорили, да? Да. Переписались или прям живьем в Скайпе? Уже даже в Скайпе успели пообщаться. Там, я когда слушал ее историю, я просто обалдел, что в жизни бывает вообще с людьми. Там муж, там, турок, значит, там, который, оказывается, совсем даже не турок. И вообще там потрясающе. А можно что-то там сделать? Племянница. Да, можно. На самом деле, при желании можно всегда что-то сделать. Ну, опять же, если не было каких-то очень серьезных нарушений, нарушений криминальных, то, в принципе, любому человеку можно помочь иммигрировать, если он этого хочет, найти категорию, которая подойдет. То есть для этого именно адвокат должен креативно на это посмотреть. Потому что, смотрите, если все было бы просто и понятно, человек сам может, в принципе, разобраться и все документы заполнить, подать и там написать и так далее. А племянница ваша обаятельная, очень амбициозная, такая умная, энергичная девушка. А имя какое невероятное? Зовут ее Злата. Злата. Вы знаете в своей жизни хоть одну Злату? Знаете, слышала, наверное, потому что я просто общаюсь с очень большим количеством людей. Но, наверное, один раз слышала. Вот имя красивое, девушка сама тоже умная, красивая. Так что гены у вас хорошие. Ну, может, приедет когда-нибудь, мы с ней свяжем с ними. С удовольствием. Да, наверное, у нее муж симпатичный, я думаю, там. Мужа фотографию не видела, вот, а девушка произвела хорошее впечатление. Вот, так что вы должны гордиться, что есть такая племянница. Из Донецка, девушка из Донецка. Родственница, да. Украинская турчанка. Украинская турчанка, да. Ну, хорошо, давайте тогда я вас отпущу. Спасибо большое. Спасибо вам. И, значит, ребята, которых мы разбудили, как декабристы Герцена, которых мы разбудили, пусть они свои вопросы задают. Значит, а мы тогда... Вообще, Светлана так она активно участвует в ответе на вопросы прямо в комментариях, что у нас не остается на новый сюжет, поэтому... Нужно исправиться мне? Не-не, отвечайте, отвечайте. Мой сюжет найдется, это же тема бесконечная. Вот. Так что, народ, задавайте вопросы и спасибо большое Светлане. Так, давайте ручкой всем помажем. Спасибо. Обращайтесь за иммиграционным диагнозом. Недорого.